Всем привет! Меня зовут Маша и я менеджер по проектам компании Globus. Как Алена вам уже объявила, рынки действительно открыты. А это значит, что мы можем поехать в шоу-румы, чтобы воочию увидеть и потрогать те предметы мебели, которые приобрели наши клиенты. Сегодня мы рассчитаем с вами очень красивый проект, который уехал в Узбекистан. Давайте его посмотрим. Это просторный двухэтажный дом площадью 520 квадратов с пятью спальнями, гардеробной комнатой и террасой. В сегодняшнем проекте много светлых оттенков, особенно белого и синего. Повсюду свет и зеркала. Начнем с гостиной комнаты. В гостиную наши клиенты подобрали вот такой кожаный диван бирюзового цвета. Кажется, что в этом диване стильно все и все выглядит дорого. Во-первых, нежная кожа. Во-вторых, глубокий морской синий цвет. В-третьих, посмотрите на качественные швы, такая модель 2,6 метра в длину на метр в ширину, полностью в натуральной коже, стоила 4243 доллара. В таком же стиле взяли двуспальную кровать. В изголовье этой кровати два блока мягких в насыщенно-синей коже, а каркас изготовлен из сосны. Размеры данной кровати 2,5 метра на 2 метра, а ее цена 3948 долларов. В центр гостиной подобрали целый комплект журнальных столиков, состоящий из трех элементов. Сейчас мы рассмотрим их получше прямо в шоуруме, где их и приобрели наши клиенты. В гостиную наши клиенты выбрали вот такой набор журнальных столиков. Здесь есть пуфик, он бархатный, можно здесь сидеть, поставить, допустим, напротив дивана. Столешница сделана из мрамора, вот такая она примерно. Ножки, это от ножек. Ножки сделаны из нержавеющей стали. Третий элемент, такой маленький столик. Он сделан из МДФ материала, а шпон сверху выполнен под натуральное дерево. Здесь тоже нержавеющая сталь, вы можете видеть, она такая немножко пошорканная, будто бы бронза. Эти столики, они могут ставиться отдельно, могут ставиться все вместе. Самая большая столешница метр двадцать сантиметров, поменьше пуфик один метр ровно в диаметре и еще поменьше вот этот вот столик пятьдесят два сантиметра в диаметре. За комплект из трех отдали две тысячи сто пятьдесят долларов. Переходим в обеденную зону, где главным предметом является, конечно же, большой обеденный стол. Посмотрим, что же шоурумы могут нам предложить. Очень эффектная модель. Это большой-большой стол. Такой стол 2 метра 600 миллиметров получается, 2,6 метра. Наши клиенты взяли такой стол 3 метра, то есть это примерно вот отсюда еще вот такая вот длина. Столешница выполнена из камня, а ножки, посмотрите, они выполнены из углеродистой стали. Три метра в длину, метр в ширину, высоту такой стол примерно 75 сантиметров. То есть у него влезет здесь уже 6, получается, стульев. Ну и здесь еще по одному будет, получается, 8. Еще вот так можно поставить 9-10 на 10 персон. Столешницу наши клиенты взяли не в мраморе, взяли вот в таком вот материале в камне. Хотели изначально взять в мраморе, но мрамор нельзя изготавливать 3 метра в длину, то есть он просто будет очень тяжелый, и он может обвалиться или треснуть. Здесь есть стол с такой белой пистолешницей, которую выбрали наши клиенты. То есть она будет выглядеть вот таким образом. Светленькая, матовая. Вот такая вот она в толщину, где-то, наверное, сантиметра полтора-два. Здесь есть стол с поверхностью из натурального мрамора. Ну, это, конечно, вообще смотрится замечательно, он такой глянцевый. Рисунок мрамора всегда уникальный и неповторимый. Вот, но, к сожалению, такой стол нельзя делать 3 метра, если у вас большая гостиная, да, то это не ваш вариант. Его можно заменить камнем под мрамор. Ну и, естественно, преимущество того стола, который взяли наши клиенты, вот с таким вот белым камнем под мрамор, это то, что он в разы дешевле натурального мрамора. К обеденному столу взяли 10 стульев в натуральной коже цвета слоновая кость. За 10 стульев заплатили 2865 долларов. Согласно проекту, над обеденным столом расположились две люстры в форме продолговатых капель. Нашим клиентам понравились аналогичные модели. Длина платформы первой модели полтора метра и на ней помещается 18 ламп. Цена этой люстры 933 доллара. У второй модели платформа в виде диска с диаметром 80 сантиметров, на котором помещается 17 ламп. За эту модель заплатили 1140 долларов. В игровой комнате необходимо было правильно организовать пространство. За это отвечал угловой диван, который изготовили на заказ из двух модулей. Первый модуль угловой, его длина 3,5 метра на метр 80, длина второго модуля составила 2,5 метра на 97 сантиметров. Каркас этой модели выполнен из стали, а обивка натуральная кожа с микрофиброй. Кожа в таких случаях выступает обивкой внешних элементов дивана, то есть тех, с которыми человек непосредственно контактирует. За комплект из двух таких диванов кожи заплатили 9385 долларов. Напротив поставили два журнальных столика в виде геометрических фигур. Они выполнены из МДФ с лаковым и матовым покрытиями. Цена за столик поменьше в цвете как на фото составила 300 долларов, а за столик побольше 490 долларов. К дивану также взяли угловой столик для ноутбука, однако угловой столик только на первый взгляд, потому что на самом деле там есть потайной ящик, который вы даже не заметите, если не будете о нем знать. Так вот за такой угловой столик с потайным ящиком заплатили 330 долларов. В таком же стиле клиенты взяли дамский столик с тумбой. Одной из наших задач было найти мебель лаконичную, элегантную и функциональную. Обе модели выполнены из МДФ, стали и покрыты лаком. Клиентам принципиально не хотелось, чтобы на мебели были ручки, хотелось сдержанно и со вкусом. Поэтому у данных моделей имеются встроенные доводчики. За туалетный столик и тумбу с доводчиками заплатили 1320 долларов. Необходимо было определиться со стулом к дамскому столику. Его заказали в бежевой коже за 420 долларов. Случается и так, что клиенты находят на рынках то, во что влюбляются с первого взгляда. Несмотря на то, что этого нет в проекте и покупать это они совершенно не планировали. Так произошло с хозяином данного проекта и вот этим поистине хозяйским креслом, сделанным из бука и импортной кожи, которая стоила 2144 доллара. Изюминкой данного проекта я бы назвала не широкую кровать или большой диван, а невероятное зеркало, которое наши клиенты купили за 1428 долларов. Давайте на него посмотрим. Потрясающее зеркало выбрали наши клиенты. Оно очень большое, очень тяжелое. Из-за того, что оно такое большое и тяжелое, его не подвесить, его можно поставить, но это очень крутое дизайнерское решение, потому что посмотрите вот здесь в шоуруме, как оно будет смотреться в интерьере. Это зеркало весит, наверное, ну больше килограмм ста. Рама у него такая матовая, выполнена она из нержавеющей стали. Главное преимущество этого зеркала не то, что оно стильное, а то, что вы полностью в нем помещаетесь. Вы можете поставить сюда свою половинку, своих детей, посмотреться вместе, как вы смотрите замечательно. За такое зеркало заплатили 1400 долларов. И вот его будут транспортировать в таком виде. Конечно, его упакуют, за него можно не переживать за транспортировку. Освещение лестницы – это знакомая задача для людей с несколькоэтажными домами. Существует множество решений. Например, настенные бра, точечные светильники внизу на стене, либо же на ступеньках, и люстры с подвесами. Наши клиенты остановились на трехметровой люстре. На такой люстре 25 стеклянных ламп, а ее стоимость 468 долларов. Кроме того, для данного проекта был приобретен вот такой оригинальный торшер, метр восемьдесят ростом, за 700 долларов. Сумма закупа мебели в детскую комнату в классическом стиле из натурального ясеня составила 2522 доллара. В эту стоимость входят четырехдверный гардероб, туалетный столик, два зеркала и две прикроватные тумбы в жемчужном цвете под заказ. Следующий раздел – мебель для террасы. Для данного проекта мы подобрали диванную группу, состоящую из двух кресел, двух трехместных диванов и столика. Все выполнено из искусственного ротанга и алюминиевого сплава, а обивка – это водостойкий текстиль. Цена за всю группу составила 1215 долларов. За летнюю лаунж-кровать из искусственного ротанга и алюминиевого сплава, 2,5 метра в длину и 1,5 метра в ширину, заплатили 786 долларов. Круглый диванчик, напоминающий большое пуховое облако, имеет алюминиевый каркас и декорирован широкими текстильными шнурками. Его стоимость – 800 долларов за штуку. Таким образом, общая сумма закупа для двухэтажного дома с пятью спальнями, террасой и гардеробной составила 79 717 долларов. В эту стоимость включена высококачественная мебель для дома, встраивая мебель под заказ, мебель для террасы, освещение и текстиль для дома. Производство встраиваемой мебели обычно требует до 50 дней, в то время как остальные товары готовы в течение 40 дней. После всех проверок качества мы загружаем контейнер и отправляем его заказчику. Общая стоимость таможни и доставки 40-футового контейнера до Узбекистана для этого проекта составила 5000 долларов. Общий итог со всеми расходами на данный проект составил 84 717 долларов. Всю информацию по данному проекту вы найдете в описании под видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, делитесь в комментариях то, что вам еще хотелось бы увидеть. С вами была Маша, пока! Субтитры создавал DimaTorzok